У меня двое кошаков. Вот один, вот вторая кошка. На прежней квартире у них была своя когти-точилка, или как когти, часа, не знаю. Ее пришлось вытащить, чтобы не везти слишком много хлама. Но проблема в том, что они начали присматриваться к моему дивану, то есть точить об него когти. Ходил я по золомагазинам, посмотрел, цены очень сильно удивился. Ценники начинаются от полутора тысяч за палку, обмотанную веревкой. И кошачьи домики, там, значит, цены от двух с половиной и выше. Ну и я все-таки решил сделать самому. Там, в общем-то, большого умения и старания не надо. Деревянный ящик, палку, обмотанную веревкой и полку верхнюю. Вот как выглядит готовый набор. Использовать я буду 12-ю фанелью и 30-ю фанелью. Фанели все обушные. То есть специально ничего не покупалось. Значит, я предварительно его собирал, отметил, где вверх, где вниз. Так вот это вот вниз. Так это, по всей видимости, вверх у меня. Либо полка верхняя. Так, это вход. Это правая стенка. Это левая стенка. Это задняя стенка. Это вверх. Ну все, в общем, надо собирать, взбивать. Я специально купил гвоздики 2 на 40, потому что фанелью крутить саморезы, развалиться. Купил 8-миллиметровую веревку 20 метров. Вот она, как выглядит. И палку, в чесалку, на которой будут у них когти точить или чешки, я не знаю, что они с ней делают. Вот она. Это брусок. Я его протачил до диаметра 70 миллиметров. Все, будем приступать. Все, будем приступать. Вот это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отверстие я прорезал на токарном станке. Изначально это был отход. Я специально для того, чтобы эта так называемая мачта, лоболевоустойчивая, выточил вот такое пальцо. Это 30 фанера. Вот как она выглядит. Вот так. Поэтому от этой затеи отказался, чтобы мачта была более устойчива, я решил установить сверху это вот кольцо. Посмотрим, что где-то выйдет. И, соответственно, вот эта фанера у меня просто валялась в отходе. И потом, когда я стал размышлять, как делать переднюю часть, я вспомню про нее. И, в принципе, дальше я уже отталкивался от этого размера. Слишком большой домик тоже делает его, ставить некуда. Все остальное это, ну, по сути, на производство это сжигает. Коваролин еще нужно будет купить, я не знаю, так вам сколько он стоит. ПОДПИШИСЫ И я примерю мачту. Тут тоже брусок, 70 на 70, наверное, даже не знаю, не мерят, так как у меня есть возможность облагородить в этом токаром станке, я это возможность использую. И продачу его как чисто. Осталась небольшая чернота. С учетом того, что это обмотается веревкой, это не так важно. Длина этой мачты у меня составила 90 сантиметров. То есть высота достаточно большая, но я опять же повторяюсь, я предполагал, что она… Что она говорит? Залится, куда-то я могу зацепить и дожимать. Вот так вот. Внутри я обшиваю ковриком, который наши кошаки уже освоили, который им понравился. Они на него спали, поэтому решил я его использовать в качестве подстилки. Также креплю его при помощи степлера, так как фанера достаточно крупная, нужно будет отбивать молотком. Продолжение следует... 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 27 сантиметров 27 сантиметров 48 сантиметров Продолжение следует... 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 того как я принес эту кошку котенка меща наш путь после смерти старой кошки который был вид на цвет лежал ленивый и печальный аппетит плохой лишний раз не двинется с места депрессии видимо потом когда это принес конечно она подросла вначале вот сейчас до сих пор это уже года три они носятся как слоны тут друг за другом то есть скотами конечно чтобы они были более подвижными нужно двоих ну и живут они конечно два раза больше и ночью в дверь скребется просто убьем покормил шуганешь его выйдешь убежит потом опять возвращается опять скребет проще двери оставить открыто он тогда лезет и дома ручки на ночь кормить то есть надо все обрезал должность конечно не предназначен для это шаг это я пока убираю в сторону это у меня пойдет на полке так теперь вначале я сейчас стыклером прибью потом вырежу то есть как видите никакого фанатизма не проявляю то есть это может сделать любой и для этого можно использовать любой деревянный ящик подходящего размера пропилить отверстие для глаза обтянуть любым да можно старой полосы что угодно то есть то что есть под рукой и не платить 4000 и это и 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 вот это вот отверстие его можно обычным лобзиком прорезать это у меня есть возможность на токарном делать я все это делаем так мачту которая протачивал взял степлю помощнее у него скобки потолще а Ну и все, прорезали лаз. Ножом, обычным строящим ножом. И все, прорезали лаз. Так вот, единственное у меня сомнение по поводу высоты. То есть 90 сантиметров я считаю это много. Можно обрезать. И все, прорезали лаз. Чтобы веревку заправить, я обмотал ее ниткой. И все, прорезали лаз. Так, теперь... Так. 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 Вот это верхняя площадка. Здесь достаточно пручно. Дополнительнее я ещё сверху решил фанеру сделать, чтобы уже жёстко было. Спасибо. Закрепляю по центру. Начну. Закрепляю по центру. Вот первый тест-драйв. Закрепляю по центру. 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 Всё работает. Вот она лучшая оценка В общем, можно считать, что работу приняли Неси, Гоша Опыт на полку посади За это не место Субтитры создавал DimaTorzok Общая высота домика составила 82 см Выше они стали делать по причине снижения устойчивости Потому что они будут запрыгивать наверх И возможное опрокидывание Еще раз повторяю, что это всего лишь кошачий домик Это не мягкая мебель Поэтому особых требований к этому не повлияло Главное, чтобы понравилось котам Вот о чем я говорил Более рассылка Есть вероятность того, что она может опрокинуться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok